В Тверском госуниверситете впервые состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Никольские чтения. Традиции и инновации в образовании». В рамках конференции прошли тематические выставки, презентация монографий в Рио ректора Сергея Смирнова. Подробности далее. Всероссийская научно-практическая конференция «Никольские чтения. Традиции и инновации в образовании» приурочена к 150-летию со дня рождения первого директора Тверского учительского института, педагога-языковеда Николая Дмитриевича Никольского и столетию со дня рождения профессора, талантливого математика и педагога Владимира Николаевича Никольского, а также к году педагога и наставника в России. Для студентов и преподавателей это важная веха в развитии Тверского государственного университета. Главная задача в этот день, действительно торжественный праздничный день, подвести некоторые итоги, продемонстрировать потенциал университета и наметить движение вперед. Никольский один из главных основателей современного университета. Да, он ушел из жизни, когда наш УЗ не имел еще статуса университета, но тем не менее он многое сделал. Даже можно сказать, что внес решающий вклад в то, чтобы система образования Тверской области получила высшее образовательное учреждение. В рамках конференции состоялась презентация монографии временно исполняющего обязанности ректора Тверского госуниверситета Сергея Николаевича Смирнова. Тверской государственный университет, имена, события, даты, правовые формы, социальный лифт. Пленарное заседание и секции Никольских чтений объединили на своих площадках широкий круг исследователей из России и Беларуси. Большой вклад по подготовке конференции внесли студенты. Они организовали тематические выставки. Для меня честь, конечно, подготовить эту выставку и тем более представить ее внучке Николая Дмитриевича Никольского, которая сейчас сидит тоже с нами в зале. С именем университета и школы Максимовича связано много имен, в том числе имя Никольского, его фамилия, и также много других известных имен, например, имена преподавателей, которые тоже в этом году отмечают юбилей. В частности, Федор Иосифович Лашек и Александр Васильевич Александров. Участие в этой конференции, безусловно, важный период в жизни каждого студента. Это дает возможность узнать историю университета, изучить труды наставников и внести свою лепту в научное развитие родного вуза, своего города и страны.